Приветствую вас! Давайте мы с вами попробуем разобраться с тем, что вы написали. И попробуем вам помочь. Смотрите. Вы пишите, у меня раньше была сильная порча, сделанная мужчиной, с которым я расстался. Лариса, вы обращаетесь в раздел «Психологии», где нет такого понятия, как порча. Психологи не используют такого понятия, как порча. Ввиду ненаучности данного феномена в связи с, ну, в контексте науки, скажем так, в контексте науки. Вот. И в связи с его недоказанностью. То есть нет. Нет доказательств того, что это действительно реально существует. То есть энергетика, как таковая, энергетический, может быть, заряд, энергетический заряд, да, он, можно безусловно говорить о различных полюсах энергетики. Да, об этом можно говорить. Но нельзя говорить о том, нельзя говорить о том, что существует порча. По крайней мере, это не доказано. И, по крайней мере, если вы обращаетесь к психологу о помощи, да, то, на мой взгляд, ну, вот, говорить о порче, это, ну, не совсем, не совсем уместно. В психологии порча, само вот понятие порча, понимается как некий негативный сценарий, то есть некие внушенные скрипты поведения, да, некие, некие перенятые когнитивные карты человека, которые он, человек этот, с разной степенью осознанности как бы реализует, использует и так далее. При этом не контролируя данный процесс, значит, практически никак. То есть человек практически никак не контролирует данную модель, скажем так, поведения. Сам человек практически никак это не контролирует. То есть это происходит как бы по, помимо его воли вообще, вот. Так это выглядит с точки зрения психологии. И я понимаю, что, может быть, вам это будет неприятно, но тем не менее. Ситуация именно такая. Теперь можно говорить о том, да, что спорта, это нечто негативное в вашем поведении, что причиняло вам, ну, определенный, там, например, дискомфорт, да, допустим. Ну, соответственно, давайте подумаем, кто ответственен за данный дискомфорт, кто ответственен за то, что вы сами себе вредили, порча, с психологической точки зрения нет. С психологической точки зрения ответственны за это не порча, а вы сами. С психологической точки зрения ответственны только вы за то, что с вами случилось. За то, что вы, например, ну, например, например, позволили себе причинить вред, допустим, ну, допустим, допустим, позволили нарушить свои личные границы. Вот с точки зрения психологии за это ответственны только вы и больше никто. понимаете, какая штука. И весь вопрос в том, захотите ли вы это принимать, вот эту точку зрения или нет. Вся толькость именно вы захотите или нет. Если захотите, взять на себя ответственность и признать, что это я где-то что-то как-то сделала неправильно, да, не так, как вот, например, там, нужно было бы сделать, допустим. Если вы это готовы признать, можно искать, можно искать причины такого вашего поведения. Смотрите, они кроются не в польше, они кроются в том, какие модели поведения именно у вас, вот. А мужчина, он просто на вас оказывал влияние. То есть он влиял на вас, он влиял на вашу потребностную сферу, вот. Он влиял на вашу эмоциональную сферу, ну и так далее, и так далее. Моментов здесь может быть достаточно много, вот. И именно поэтому, именно поэтому вы исчезали одно с другим. Но, тем не менее, это вещи все же разные. И чем быстрее вы их перестанете увязывать и в вкладывать что-то мистическое в то, что происходит с вами, чем быстрее вы это перестанете делать, тем лучше будет для вас. Опять же, с точки зрения психологии. Вот, вы можете с позиции, например, эзотериков, да, вы можете обратиться туда, вам там порцию снимут, если она есть, вот, и так далее. Порция была сделана на здоровье, деньги и удачу. То есть вы потеряли здоровье, деньги и удачу. Скажите, вы серьезно верите в то, что удачу можно потерять? Скажите, вы серьезно верите в то, что здоровье можно потерять вот так, через порцию другого человека? Ну, то есть через, как так сказать, через насылание порчи одним на другого. А что больше получается, тогда от нас самих вообще ничего не зависит, если следовать вашей логике. А если зависит, то что? Где, как бы вот, где грант? Где грант? Грант между тем, что зависит, да, и тем, что не зависит. И как вы эту грань определяете для себя? Именно вы как ее определяете? Сами для себя. Вот где? Где грант? Это, на мой взгляд, очень важный момент. Если мы хотим, опять же, вам помочь. Если мы хотим, опять же, что-то сделать именно для вас. Понимаете, я надеюсь, понимаете, я надеюсь, о чем идет речь. Дальше. Сейчас сын в тюрьме. Я начал употреблять наркотики, хотя раньше был спортсменом, не курил и не пил. И вы это увязываете с тем, что на вас наслали порчу. То есть и сына, например, получается. Вы так стремитесь своего сына оправдать, почему вы так вот убеждены в том, что ваш сын, например, сам не захотел наркотики, например, употреблять. Ну вот сам, просто вот сам начал употреблять наркотики и все. Почему вы это для себя не принимаете? Боитесь, скорее всего? А если боитесь, то чего боитесь? Что страшно? Что вызывает употребление? Что вы можете для себя потерять, изменить, понять? Если выяснится, например, что ваш сын, он самостоятельно сам выбрал себе вот такой путь. Путь наркотиков. Что, например, многие бывшие спортсмены оказываются не в силах преодолеть кризис и найти себя в чем-то новом, в чем-то другом. Понимаете, какая вещь? И это важно. Это очень важно. То есть, по сути, вы обрадуете себя, обрадуете наркотическую зависимость своего сына только для того, чтобы сохранить вероятно привычное понимание мира. Но тогда возникает вопрос. Я вам его уже задавал. Так, а что? От вас тогда ничего не зависит вообще? Но если это так, то зачем тогда что-то делать? Зачем тогда чему-то стремиться, что-то пытаться и так далее? Зачем вы тогда задаете нам вопросы? И если ни от чего, ничто, точнее, от нас не зависит. Зачем тогда вопросы задаете вы нам? И чтобы мы вам не ответили, ситуация все равно будет такой, какой она будет. Вы не сможете ни на что повлиять. Ну, следуя вашей логике. А если вы спрашиваете, значит, вы хотите все-таки на что-то повлиять. Но как бы не принимаете это в себе. Как бы боитесь того, что что-то может зависеть от вас. Потому что тогда вам, уже вам придется нести личную ответственность за то, что произошло. И вы знаете, не обвиняя вас, безусловно, мне бы не хотелось вас обвинять, я не обвиняюсь. Но скажите, пожалуйста, не видите ли вы связи между тем, что сын начал употреблять наркотики, и тем, например, что вы оперируете такими понятиями, как порча, ну, может быть, что-то еще и так далее. Не видите ли вы в этом связи? Если видите, то какую, в чем она? Если не видите, то почему? Почему не видите? На мой взгляд, это очень важно. Очень важно, чтобы вы постарались вот это увидеть. Вы постарались побольше думать о себе, о том, что вы можете изменить, о том, что вы можете сделать. Не о том, что на вас кто-то что-то наложил, да? И не о том, что будет с теми или иными, там, например, ну, я не знаю, ситуациями, людьми, историями, чем что-то закончил и так далее. Потому что это, как вам, на мой взгляд, правильно сказали коллеги, перенос ответственности. Избегание, грубо говоря, ответственности. То есть вы просто-напросто не хотите нести ответственность за то, что произошло. Не хотите признать, что, например, сами стали источником, например, ну, либо источником, либо провокатором. А вот что с вами произошло. Вот. Потому что если вы это признаете, то окажется, что вы сами ответственны за то, что с вами случилось. И тогда вам придется что-то менять. А менять что-то вы боитесь, потому что вы привыкли жить по определенным правам. Ну, или законам, или, там, алгоритмам таким-то, да? То есть это не особо важно. Не особо критично. Вот. И к тому, вот вы задаете вопрос, да? Вы, как бы, спрашиваете нас, я смогу восстановиться и вернуть ту семью, которая была у меня. А это вообще, как бы, какая семья-то? Это та семья, которую вам муж или ваш мужчина, значит, это та семья, которую вот ваш мужчина, да, разрушил. Это та семья, которую он разрушил порцию. Вопрос. А зачем? Зачем такие отношения вообще, ну, возвращать? По-моему, мужчина вам ясно дал понять, что, как он к вам относится. По-моему, мужчина ясно дал понять, как он вас видит. Вам это для чего лично вам, по-моему? Для чего возвращать то, что, как бы, говорит фактически, что это не ваше, это не ваше, или это, там, например, не твое, допустим, и так далее. Так зачем? Зачем это возвращать? Далее вы задаете такой вопрос. Что будет с моим сыном? Да, вот вы спрашиваете. А, что будет с этим мужчиной? Извините, я забыл. Что будет с этим мужчиной? Опять, какая вам разница? Зачем вам это значит? Человек ушел. Человек оставил вас. Человек сделал выбор. Так сделайте выбор и вы тоже. Человек живет дальше. Человек живет дальше. И вы живете дальше. Подумайте, что мешает вам жить дальше. Для чего вам семья? Именно вам. Для чего ее возвращать? Да. Значит, вернуть до сына, которая у меня была, чтобы сын стал таким, как раньше. А сын таким, как раньше, уже не станет, потому что он находится в тюрьме. В тюрьму он попал за что-то. Вот. Значит, у него кризис. И чтобы кризис преодолеть, нужна работа. Работа по-любому человека не оставит брезним. А вам для чего, чтобы сын был как раньше? Он не будет. Правильно, человек. Человек развивается. Человек не может быть всю жизнь таким, как раньше. Это невозможно, да и вряд ли нужно. Вряд ли это естественно. Это развитие. Естественный ход развития. Если вы считаете, что ваш сын, например, сейчас идет не по той дорожке, не по тому пути, по какому вам хотелось бы, то с этим нужно работать. Помочь ему. Сначала помочь себе. Потому что уверен, что он, так же, как и вы, перекладывает ответственность в себя на что-то другое. Ну или на кого-то другого. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok